Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня вынуки все собрались, и я спросила, что сегодня хотите, чтобы бабушка готовила. Все вместе кричали, люля-кебаб! Ну, люля-кебаб, люля-кебаб! Всё, бабушка быстро мясо достала из холодильника, сейчас будем крутить, вертить и готовить люля-кебаб. Ну-ка, вот у меня глаза уже течут. Да, Марьяночка? Что делаем? И что хотела, люля? Если хотите делать люля настоящая, здесь у меня свинина и говядина, надо его крутить мясорубкой два раза, чтобы она была клейковина, шикарная, как надо. Вот и второй раз крутим, смотрите. Трактор, трактор! Чем больше внуки, тем лучше для бабушки. Сегодня они что хотели? Люля! Всё, бабушка делает люля за пять минут. Вот всё есть. Сейчас будем лук покрутили, мясо покрутили. Сейчас зелень будем крутить. Красота! Наши интеллигенты готовы. Это быстро, которые внуки захотели. Что здесь нужно будет? Мясо. Смотрите, какая мясо. Смотрите. Ну, как зорнушко. Лук никогда не мешает. Зелень. Смотрите, какая красота. Здесь приправа. Мои авторские. Смотрите. Красный перец. Соль, колянда, хамели-сунель, чаман, чёрный перец, цитрон и роган. Вот это всё сейчас сушёный роган. Это всё я руками сейчас вот так буду делать. А роган руками ещё потрою. Да, вот так делаю. Сильно кости не было. Вот так. Чем меньше, тем лучше. Сейчас, если будут костики, такие большие палочки, уберём. Это не беда. Ну что, дорогие мои. Смотрите. Поперчили. Все-все перец, зелень, люк и это. А теперь нам нужно что делать? Мещать хорошенько. Смотрите. Опять тоже запах у меня пошёл без кухни. Смотрите, что делаем мы сейчас. Это таллюля мы, конечно, не будем на огне делать. Мы будем в духовке делать. Не всегда. Не всем на огне удобно и возможности есть. А мы сейчас делаем, у кого возможности нет. В квартире люди живут. В Москве есть люди, у меня очень много знакомых, которые нет возможностей. Значит, что теперь? Не кушать люля? Надо делать и кушать. Квартир не даже войдёт. Смотрите, какой красотой получилось. Лука побольше я делала, зелень побольше. Она стала зелёная. Ничего страшного. Сейчас соль проверим. И хорошо нам надо размещать. Смотрите, какая чудесная. Ну что, дорогие мои, хочу вам показать, как должно быть. Смотрите, какая ляпта. Вот смотрите. Сейчас я вам показываю для новеньких, которые не умеют сразу вот такую форму подавать. Вот смотрите, что надо делать. Чтобы пустой не было, неравномерно не было. Кручим вот так. Пальчиками крутим, крутим, чтобы внутри пусто не было. Потом берём, вот так берём, даём длину. Смотри, берём. Смотрите. Вот смотрите. На ладони. Смотри, хоть и так, хоть и так. Мне всё равно. Вот смотрите. Форма принесли. Смотрите. Красота. Скажи, тебе нравится? Вот, вот так делаем и вот, пожалуйста. Смотрите, как красиво. Можно ещё тонкие делать. Ну, это сварится, ещё похудеет. Смотри, собрала. Собрала. Всё. Всё. Крутила, она стала такой шарик. Потом вот так пил, как ладони. Она становится длиннее. Смотрите. Маленькая секрета. Как это? Вот смотрите. За пять минут. Чтобы равномерно пил. Мы можем вот такую форму давать. Может, и не можем давать. Вообще-то красиво, да? Угу. Мы сейчас ещё попробуем вот так. Как настоящий люля. Как тебе нравится свет? Интересно. Вот. Ага. Мне это тоже понравилось. Вот это. Как-то на люля настоящий похож. И посмотрим, что будет дальше. Смотрите, фарша осталась. Сделаем котлета на гамбургере. Так вот, так вот, так кругленькие делаем. И вот здесь этих кругленьких, вот так пачка. Это неопытные люди могут взять формочки. А у меня, видите, как раз-раз и готово. Как фабрика один в один. Не говори. Посмотрим, что творится. Да-да-да-да! Такой ковёр красивый. И положим наши люляшки. Смотрите, как она красивая. Смотрите, вот так получилось шикарно. И что к концу мы сделаем. Самое-самое эффектное. Вот этот момент, который вот так настоящий люлям пахнет. Вот так. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Люля в духовке. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Нарисованы. А запах весь дом. Весь кухня, дорогие мои. Вот такое чудо у нас. Теперь детям будем кричать. Идите кушайте. На здоровье! Я бы хотела сейчас одну показать, Света. Как она там. Пожалуйста. Хочу ещё картошечку показать. Смотрите, что не хватает. Смотрите, какая чудо. Картошка просто тает во рту. Ну и представьте, бутерброд с лавашами. О, такая вкуснятина. Готовим все вместе, дорогие мои. А главное, с любовью.